С вами канал ЯГеймер и сегодня мы поговорим про калибр, но не про калибр патронов или оружия, а про бесплатный команда тактический онлайн экшен с видом от третьего лица. Это совместный проект разработчика 1S Game Studios и издательского подразделения wargaming.net, знакомых нам по таким популярным проектам, как World of Tanks, World of Warpses, Master of Orion и Ил-2 Штурмовик. Да и кстати, разработчики калибра сотрудничают с оружейными концернами Калашников и Лобаев Армс, давшими официальное разрешение представлять свою продукцию в игре. Калибр позволяет погрузиться в аутентичную спецназовскую игру, почувствовать поддержку группы и ощутить себя хорошими парнями. Игра не позиционируется как симулятор, ориентация идет на внимание и уважение к деталям, реалистичные образы бойцов, но после создания этой модели реализм заканчивается. Создатели пытаются углубиться в гиперреализм, уделяя больше внимания к деталям. В игре будут представлены спецподразделения из разных стран мира, каждая со своими уникальными вооружениями и обмунированием. Особое внимание уделяется бойцам из стран СНГ, включая Беларусь и Казахстан, которые впервые в истории видеоигр появятся в проекте про спецназ. В Калибре представлено много классических и редких спецподразделений, которых нет в других играх. Вы можете играть за оперативника из России, Германии, Польши, США и других стран. В бою участвуют команды из четырех человек, штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. Вот только не думайте, что вам сразу будут доступны элитные оперативники. На первом этапе новичку доступны болванчики-рекруты, которые ничем примечательным не выделяются. Крутых оперативников нужно покупать за внутриигровую или реальную валюту. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. Перед дизайнерами игры поставили сложную задачу сделать каждый набор в одном стиле, но при этом должны быть четко выраженные особенности, с помощью которых игрок быстро мог определить, какого типа боец перед ним и из какого подразделения. Также в игре доступны ПВЕ-миссии и бои против других игроков. Сочетание бойцов и их характеристик дает множество вариантов взаимодействия и развития боя. А вот залог победы в калибре, грамотная оценка ситуации и слаженность действий всех игроков в команде. Для того, чтобы понять специфику спецназа, что в нем существенное и какие элементы тактики можно заменить на условности, разработчики пообщались с оперативниками и спецподразделений. В этом процессе они поняли и сформировали ключевое правило – спецназ – это прежде всего команда. И далее, если большинство шутеров построено на внимание к одному игроку-супергерою, то в калибре невозможно выиграть в одиночку, отстрелять противников. Уютно устроившись со снайперской винтовки в укрытие не получится. Окружающий мир в игре не отличается высокой детализацией, но все локации не выглядят пустыми и скучными. Есть разрушаемые укрытия, разнообразные строения и правдоподобные погодные явления. Однако разработчики и не делали упор на этом. Ключевая особенность любого шутера – стрельба, пушки и взрывы, как ни крути. И стоит отдать девелоперам должное, постарались они на славу. Игра на данный момент выглядит очень простым геймдизайнерским решением. Матчи заканчиваются очень быстро и, на мой взгляд, не имеют какой-либо интересной задумки. Просто убей или убьют тебя. Проект задумывался как нетребовательный к системным ресурсам, поэтому не стоит рассчитывать на... Вау, смотри, здесь каждая гильза взаимодействует с окружением, а на голове оперативника каждый волосок шевелится. Подводя итог, хочется сказать, что большинство браузерных игр могут предложить большее количество контента и увлекающего геймплея, чем калибр. Проекту не хватает разнообразия и видно, как разработчики с каждым месяцем добавляют все больше контента, но на данный момент этого мало. Надеюсь, что после работы над ошибками калибр будет ждать светлое будущее, тем более, что он близок по духу отечественным геймерам.